Да. На ваш взгляд, есть ли сегодня религиозные мудрецы и как быть с понятием Синедриона, который принимал еврейские законы голосованием большинства? В наше время нет понятия Синедриона. В рамках Синедриона нужно следовать этой концепции, это верно. Но сегодня нет Синедриона, потому никто не слушает мудрецов. Вы следуете вашему мудрецу. Если все мудрецы мира скажут «да», а Бельцер-Ребе скажет «нет», то за кем пойдут сторонники Бельцера? Пять попыток. За кем они пойдут? И они будут правы, потому что в наше время нет авторитетов. Каждый мудрец, каждый мудрец – авторитет для своих учеников. Более того, если вы не хотите следовать своему мудрецу, то много раз в новейшей истории люди меняли религиозные школы. А если вы учитесь у определенного мудреца, то вы обязаны следовать этому мудрецу, но вы все же не замужем за ним. Когда внук одного мудреца стал хасидом, а его отец исполнил для него погребальный обряд, в то время это имело огромное значение. Как он мог стать хасидом? Потому что каждый еврей в каждый момент на протяжении жизни имеет своего мудреца. У всех должен быть свой мудрец. Но не несколько мудрецов, а лишь один. Если ваш мудрец что-то говорит, вы должны следовать этому, пока не перейдете к другому мудрецу. Если вы учитесь в этой религиозной школе, то у вас есть мудрец. А кто ваш мудрец? Вы это мне? Во-первых, это не ваше дело. Однако я вам скажу. Это точно не ваше дело. Но я вам скажу. Когда у меня возникает вопрос, я иду к главному сифарскому раввину, Мордехаю Ильягу. Когда у меня нет вопросов, я к нему не иду. Я посвященный раввин, и вместе с посвящением я не получал его номер телефона. Я умею учиться, но когда у меня возникает сложный вопрос, я иду к нему. Точно так же, как и вы, не задаете вопросы о каждом съеденном цыпленке. Если вы что-то не знаете, вы спрашиваете. Когда у меня есть вопросы, я иду к нему. Он мой мудрец. Ну вот, теперь это и ваше дело. Отлично.